Приветствую вас, Алёна. Давайте разберём вопрос, который вы узнаёте, и постараемся на него ответить. В первую очередь вы пишете о том, что у вас есть страх того, что вам станет плохо. Отчего у вас возникают различные психосоматические реакции. Плюс ко всему вы описываете, что у вас имеет место быть апатия, и, в общем, страх, как я понимаю, куда-либо выезжать. Значит, вы говорите о том, что сидите с маленьким ребёнком, и, судя по всему, сидите вы с маленьким ребёнком. Обман. Как это представляется? А страх того, что вам станет плохо, с точки зрения психологии, представляет из себя потребность во внимании. По большому счёту, то есть, вы испытываете такую потребность в том, чтобы привлечь к себе внимание. Чтобы на вас обратили внимание, чтобы, ну, как-то вот почувствовать себя значимый, почувствовать себя важный, почувствовать себя. Не пустым местом. Не пустым местом. Хотя, конечно, я могу быть здесь не прав. Ну, а именно в контексте интерпретации этой ситуации, что вы чувствуете себя по-семестным. Но, внимание, вам хочется это совершенно однозначно. Во внимании вы нуждаетесь и нуждаетесь достаточно сильно. Соответственно из этого происходит страх, что случится что-то плохое, потому что если случится что-то плохое, то на вас должны будут обратить внимание, вам должны что-то сделать и вы почитиваете себя в нашем. Почему так происходит? Ответ достаточно прост, потому что вы сидите одна с ребенком маленьким. Очевидно, что у вас это тяготит в какой-то степени. Очевидно, что вы чувствуете, что не живете. Очевидно, что вы чувствуете, что вам не очень хорошо. То есть вы, условно говоря, не чувствуете себя на своем месте. Возможно, что там вас тяготит, что вы находитесь с ребенком. Возможно, есть некое чувство вины за это. Но, что еще больше, ну, скажем так, усиливают ощущение, что вы чем-то виноваты. То есть больше усиливают ощущение, что вы делаете что-то, чего-чего делать, но не должны. Вот. Что, конечно. Вне всякого сомнения. Неприятно. Что, конечно. Вне всякого сомнения вас тяготит еще больше, еще больше. Недостаточно хорошо организованная взаимопомощь по уходу за ребенком. Вот. Возможно, недостаточная взаимопомощь. Возможно, недостаточная взаимопомощь по уходу за ребенком. Возможно, недостаточная взаимопомощь по уходу за ребенком. Возможно, недостаточная взаимопомощь по уходу за ребенком. Это не значит, что вам что-то не так, например. Это значит просто, что вы немножечко пошли в обход своих ощущений, в обход своих чувств, своих эмоций, своих переживаний, не до конца. Не до конца вы для себя разобрали и поняли. Ну, то, что происходит. Понятно. Вот. Что нужно сделать? Ну, обратите внимание на свои интересы. В первую очередь. Вспомнить о них. О своих интересах. В первую очередь. Потому что... В первую очередь. Сейчас у меня... есть... стойкое ощущение, что вы, грубо говоря, на себя забили, что, что называется, что, конечно же, вам аукается в виде вот таких страхов. Если вы не хотите, чтобы подобные переживания у вас были, если вы хотите, ну, счастье для себя, к примеру, для своего ребенка, к примеру, то, на мой взгляд, необходимо больше внимания уделять именно себе, чтобы не было такого случилось. Интерес ребенка вы ставите выше своих интересов. Наверное, это было бы неправильно. Когда и если вы будете это делать, то ваша проблема сойдет на ней потихонечку. Ну, конечно, если отсутствуют некие отягощающие факторы, о которых мы здесь можем не знать. Что это за факторы я не знаю, что это за факторы я сейчас не скажу, потому что такой информации у меня нет. Но, на мой взгляд, в этом направлении вам нужно поработать, как минимум. в этом направлении вам нужно поработать, то есть поисследовать. как вы себя чувствуете, влияет в том числе и на вашего ребенка. И довольно сильно на него влияет, к сожалению, к большому сожалению. Соответственно, я думаю, что вам, скорее всего, этого бы не хотелось. Вот. Я думаю, что примерно в таком ключе можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я очень надеюсь на то, что вам это было полезно, я очень надеюсь на то, что вам это было. интересно, я очень надеюсь на то, что вам это может помочь, я очень надеюсь, что это может помочь решить, ну вот, вашу проблему, которую вот вы описывает. И я очень надеюсь на то, что вы найдете для себя возможность обратиться, например, к специалистам, для того, чтобы специалист вам помог разобраться с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми. сложными сложностями, которые у вас есть. Ну а на этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.